Когда силовики и власти бездействуют, а многочисленные письма мэру, губернатору, да даже президенту не приносят никакого результата, отчаявшиеся люди обращаются за помощью в СМИ. А есть ли от этого толк? Узнаем у них самих. Я Горяева Наталья, председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона. В настоящее время Полтавский мусорный полигон закрыт навсегда и будет рекультивирован, о чем нам на прямой линии сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Несмотря на очевидность губительного влияния этого полигона на экологию, очень тяжело было идти к победе из-за огромного административного ресурса владельцев этого полигона. Я благодарна всем неравнодушным людям, помогавшим нам в борьбе за экологическое благополучие нашей кубанской земли. Очень важный вклад в нашу победу внесли различные СМИ, освещавшие нашу беду. Настоящие журналисты были с нами, были на стороне народа и защищали интересы людей, освещая объективную ситуацию вокруг Полтавской свалки. Я благодарю журналистов издания «Блокнот», которые не только делали публикации по нашей теме, но и выезжали к нам на место для создания репортажа. Спасибо вам за помощь и участие. Нашему общественному совету предстоит еще огромная работа, связанная с контролем и согласованием всех рекультивационных работ, проводимых на полигоне. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и помощь журналистов в освещении всех происходящих у нас событий. Александр, часто люди не могут добиться справедливости в решении своей проблемы. У кого-то родственника убили и силовые структуры просто не обращают на это внимание, все заминается. У кого-то квартиру, говоря прямым языком, отжали и прочее. Они пишут сотни писем нашим властям, президенту, которые остаются без ответа. И тогда люди уже обращаются в СМИ просто от своего отчаяния. Пишут те же видеообращения Бастрыкину, Владимиру Владимировичу. Вот как вы думаете, обращение в СМИ, оно приносит результат? Как часто оно приносит результат? И что вообще людям делать, чтобы добиться справедливости? Конечно, безусловно. СМИ не зря называют властью, ветвью власти. В определенном смысле это так и есть. Когда ситуация уже накаляется, когда человек сталкивается с тем, что ни правоохранительные органы, ни суд ему не помогает, он идет в СМИ, пытаясь рассказать о тех нарушениях его прав, нарушениях закона, которые имеют место быть. Очень часто вот это последний выход для человека, когда он вот все испробовал, вот везде постучался, везде его соответственно отфутболили и он идет к СМИ. Но на самом деле только этим позитивная роль средств массовой информации не ограничивается. Понятие важных проблем. Значит, рассказ о том, что не так. Ведь для того, чтобы лить елей на нашу власть, хватает и государственных СМИ, которые этим занимаются. У нас же ведь на самом деле сейчас муниципальные СМИ, государственные СМИ, они просто превратились из средств массовой информации в пресс-службу соответствующих структур. Городские хвалят городскую власть, краевые – краевую, федеральные, соответственно, хвалят правительство и власть федеральную. Рассказывая только вот об отдельных каких-то имеющихся недостатках. Вместо того, чтобы вскрывать большие проблемы, которые накопились в нашем обществе. И те СМИ, которые этим занимаются, ну, в том числе и блокнот, честь им и хвала. Я, например, вам благодарен за целый ряд публикаций, которые были в этом году по серьезным фундаментальным вопросам. Ну, например, благодаря в том числе той огласке, которую вы помогли мне организовать, нам удалось отбить вот этот, я считаю, беспредельный, беспрецедентный случай, когда у города хотели за вот этот недостроенный особняк на затоне, да, значит, отжать больше 300 миллионов рублей. Вот. Нам удалось, я считаю, победить, поломать всю эту тему благодаря огласке организованной средствами массовой информации, и, конечно, во многом благодаря вам. То есть, и это не единственный случай, просто, ну, такой, я вспомнил, харизматичный. Вы пишете о том, что в городе происходит, скрываете проблемы. Конечно же, это нужно делать, это правильно. К сожалению, таких СМИ, как блокнот, осталось много. Вот. Я бы хотел, чтобы тех средств массовой информации, которые не боятся высказывать критику в отношении власти, чтобы их было больше. Мы сейчас присутствуем за моей спиной один из самых старых долгостроев города Краснодара. Это ЗАО «Клариса». Вот благодаря вмешательству средств массовой информации, в том числе блокнота Краснодара и еще целого ряда предприятий, стройка начала работать. Губернатор в мае месяце принял единственное, на мой взгляд, правильное решение – достраивать дом, который был готов на 80%. Мы ему очень благодарны. И с вашей, в том числе, помощью. Значит, фирма «Дома», которая завершает это строительство, она работает день и ночь. Иной раз и ночью работает. Без перерыва. Вы сейчас свидетели. Видите, идет то ли снег, то ли дождь, а они работают вовсю. Они обещают сдать к 25 декабря. Мы очень довольны этим, таким решением вопроса. Здесь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что мы дождемся своих ключей. И это все безобразие, которое длилось, оно завершится к обоюдному удовольствию всех сторон. Я мама восьмилетнего чудесного ангела. Нацаканян Кристина. В нашей семье случилось большое горе. Мой сын, Нацаканян Эдуард, умер 2 мая 2023 года в инфекционной детской больнице города Краснодара. При невыясненных обстоятельствах. Хочу выразить благодарность за профессионализм и поддержку блокноту Краснодара. Сердечно благодарю вас за то, что поддержали меня и мою семью в самый сложный и трудный момент нашей жизни. Спасибо вам за то, что помогли не добиваться справедливости, выявлении причин смерти моего сына. Дело сдвинулось с мертвой точки. Им занялся следственный комитет. Хочу выразить свою благодарность блокноту Краснодар, уполномоченного по правам ребенка и Следственному комитету во главе с Андреем Масловым и всех неравнодушных людей, которые не прошли мимо. Хочу поблагодарить каждого, кто не остался равнодушным к нашей беде и к нашему горю. Я очень надеюсь на объективное и честное расследование. Надеюсь, если есть виновные в смерти моего ребенка, будут наказаны. Все медработники, которые халатно относятся к своим обязанностям, должны понимать, что кроме земного суда есть Божий суд. И чужих детей не бывает. Отдельную благодарность хочу выразить корреспонденту блокнота Краснодар Ксении Сергеевне. Огромное, большое, человеческое вам спасибо за ваше доброе сердце и нелегкий, но благородный труд. А скажите, есть ли какой-то алгоритм, что людям всегда делать? Вот увидели они, видят и не устраивают их ситуации с отоплением. Не устраивают их, что у них во дворе яму, которую закопать не могут. И так далее. Есть ли какой-то алгоритм их обращения, чтобы он был действенный? Куда написать? Как это сделать? Чтобы это было минимально эффективно? Просто многие президенту начинают сразу писать и потом удивляются, почему через 30 дней губернатора попросили ответить. А тот потом мэра, а тот потом главу района, а тот потом главу условно-героуправляющей компании. И у людей, я так понимаю, недовольство, потому что они не знают как раз, как механизм-то работает. Ну смотрите, вот по обращениям, сейчас администрация насоздавала всяких там ботов, ну чат-ботов, в которых можно что-то сообщать. Более того, госуслуги сейчас тоже сделали там, как оно там называется, раньше там назывались, там решаем вместе, по-моему, называется, где тоже можно что-то сообщать. Вот я считаю, вот у меня такая прям позиция, вот прям четкая, прям иногда вот с некоторыми прям бьюсь, с теми, кто рекомендует в эти чаты обращаться. По мелким какими-то вопросам, да, действительно надо обращаться в эти чат-боты, надо обращаться на госуслуги. Вот говорю, у госуслуг сейчас тоже, кстати, очень хорошая функция есть. Раньше ты, получается, обращаешься, и твое обращение доступно только тебе. А сейчас оно размещается на сайте, на карте. Любой человек может заглянуть на своем районе, увидеть это обращение. Если он его интересует, если эта тема для него близка, он тоже может присоединиться к ней и тоже вместе отслеживать. Это очень удобно и наглядно. Но я считаю, что по вот этим способам он хороший, замечательный, оперативный. Он очень сильно разгружает аппарат государственный, муниципальный. Разгружает чем? Тем, что он не подпадает под действие 59 ФЗ, закона об обращении граждан. То есть, это получается такая сообщалка. То есть, что-то случилось, чтобы не писать президенту, президент там еще кому-то там и кучу бумаг, то есть, они затрачивают на это все прочее, а человек просто говорит о том, что, слушайте, ну, закопайте яму у меня там, здесь там что-то там случилось. То есть, это можно, службы могут выехать, спокойно закопать ее без того, чтобы кучу ответов писать. То есть, они ему в электронном виде ответят, что да, спасибо, закопали. Спасибо, что сказали. Или там светофор не работает, да, или там еще что-то такое. Ну, какие-то мелочные. Вот. То есть, оперативные мелочные вопросы надо решать вот таким образом. Глобальные вопросы, вот такие какие-то серьезные, которые вот прямо вот такие, они которые вынужден один человек сначала лбом пробивать там, как бы это, потом другой, потом третий. Вот те вопросы, они должны решаться именно только через 59 ФЗ. То есть, должно быть именно обращение гражданина, на которое он должен получить ответ. Очень часто, действительно, вот такая переписка, она ничего не дает. Почему? Потому что, ну вот, получаем просто отписки. Или спрашиваем одно, отвечают другое. Да, очень часто, как бы, оно неэффективно. Но, опять же, я вот говорю, для себя вот нашел такую вот формулу, да, что нужно посылать и нужно это демонстрировать, это нужно озвучивать. То есть, вот в таком сочетании, плюс еще это нужно, чтобы так сделать, чтобы это попало куда-то в паблики. Дорогой блокнот, я хотела бы выразить благодарность от лица жителей жилого комплекса «Самолет» за то, что в выходящем году вы помогли обратить внимание на нашу проблему трудовых мигрантов, которые есть на районе. После ваших выпусков, после ваших публикаций на нас обратили внимание, проблемы начали заниматься и, ну, ситуация несколько улучшилась. Поэтому мы вам благодарны за помощь, за содействие и в следующем году желаем вам только процветания, успехов. С наступающим Новым годом!